Здравствуйте, дорогие друзья! Это «Ответы на вопросы» для библейского портала «Экзегет» и я, священник Иоанн Тераутс. Сегодня мы с вами поговорим о таком часто возникающем в среде интеллектуальной или интеллигентской среды вопросе. Почему бог Ветхого Завета, такой жестокий, злой, который повелевает своему народу убивать целые народы, заниматься геноцидом на территории Ханаана, а бог Нового Завета — это совсем другой бог, добрый, любящий, принимающий смерть на кресте и не уничтожающий народы. Почему так? Может быть, это разные боги Ветхого и Нового Завета? На самом деле, чаще всего такое восприятие текста складывается из неправильного его понимания. Дело в том, что этот вопрос не нов. Еще в первые века христианства он возникал в гностических сектах, также, например, в секте направлений маркианитском, и всегда православие давало ответ, что нет, бог Ветхого Завета и бог Нового Завета — это один и тот же бог, и он одинаково любит человека и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. В Ветхом Завете просто человек немного другой. Давайте с вами сначала определимся, а какие злые последствия может иметь восприятие Ветхого Завета не как части одного священного писания, одного богодухновенного текста, а если мы воспринимаем Ветхий Завет как некое повествование о злом Боге, а не о добром Боге. Во-первых, это может нас с вами привести к философско-религиозному учению, дуализму, в котором весь мир делится на злое и доброе, и что изначально существовало, что зло — это не противление Богу, не вторичное явление, а первичное явление, что от Бога происходит и зло, и добро. Это первое. Второе. В данном случае мы с вами можем скатиться в язычество и сказать, что вот есть Бог Ветхого Завета и Бог Нового Завета. Это два разных бога, совершенно отличные друг от друга по характеру и по его действиям. Следующая, третья проблема. Заповеди Ветхого Завета тогда будут для нас неактуальны и неавторитетны. Так некоторые гностические секты древности считали, что Ветхий Завет — это, точнее, Бог Ветхого Завета, Бог злой. Поэтому все, что повелевает Бог в Ветхом Завете, то в Новом Завете необходимо этим пренебрегать. Из-за этого возникали разного рода даже самые прескверные и мерзкие ритуалы, секты, в которых апостол Павел говорил, правда, в плане язычников, посланий к римлянам, что они изменили свое употребление женского и мужского пола, что настолько их разум изменился. Вот настолько разум менялся и этих гностиков, которые очень по-разному себя вели и очень превратно понимали служение Богу-Творцу. В какие-то подробности этих событий вдаваться не хотелось бы. Следующая опасность, которая нам предстоит. В таком случае Христос, опираясь на Ветхий Завет или признавая его авторитет, лжет нам. А как мы можем себе представить такое? Возможно ли это? Нет ни в коем случае. Более того, Ветхий Завет нужно воспринимать не в отдельных каких-то вырванных из контекста случаях, а в целостности и в культурной целостности. О чем здесь идет речь? Во-первых, нельзя делать выводов, пока мы с вами не поймем весь контекст, исторический, культурный. А также не поймем, о чем вообще весь Ветхий Завет, какая его основное богословие Ветхого Завета. Первое. Мы сказали с вами о культурном контексте. Мир, в котором живем сейчас мы, он создан Евангелием, он создан проповедью апостолов. Это сегодня то, что нам с вами кажется нечеловечным, страшным, антигуманным, антихристианским, античеловеческим. Все это вошло в употребление человечества именно благодаря проповеди Евангелия. Это стали, вот эти ценности, которыми мы сейчас оперируем, это евангельские ценности в основном, которые, конечно, князь мира сего старается извратить и превратить их в так называемые светские, сделать их более актуальными, изменить их. Но все же мы с вами говорим о том, что это имеет основание и фундамент в Евангелии. Народ и ценности, и культура, о которой идет речь в Ветхом Завете, совсем иная. Если бы мы с вами встретились с человеком из Ветхого Завета, вряд ли мы бы могли найти общий язык с ним. Более того, мы с вами здесь, в контексте Ветхого Завета, говорим о религиозной целостности. Иногда о такой понятии, как цель оправдывает средство. В-третьих, нужно обратить внимание, Бог — творец жизни, Бог — начальник жизни, Бог — управитель жизни и смерти. Но в то же время Бог, когда мы воспринимаем Ветхий Завет через призму Нового Завета, обещает воскресить каждого человека. А раз Бог воскресит каждого, то смерть становится весьма условным событием. Ведь, посмотрите, представьте, что я художник, хотя это не так. Я написал картину, и мне она не понравилась. Я ее и взорвал, и выбросил ее, сжег ее в камине. А мне за это ничего не будет, меня за это никто не накажет, потому что это моя картина, это мое произведение искусства. Даже оно может быть самым прекрасным на свете. А вот если я приду в Третьяковскую галерею, или я приду в какой-то другой музей, в котором выставлены картины художников, и сделаю то же самое, вряд ли меня за это похвалят. Вряд ли я избегу наказания, притом уголовного. Вряд ли я избегу штрафов и прочего, и прочего. Почему? Потому что я проявлю насилие над чужим творчеством или над общим имуществом, там, всенародного достояния. Из этого следует, что Бог является нашим творцом. Поэтому мы его картина, мы его произведение, мы носители его образа. И поэтому Бог вправе распоряжаться нашей жизнью и смертью. Более того, Он может и хочет, и обещает, что все, что было прежде времени или вовремя, потеряло жизнь здесь, на земле, будет восстановлено в блаженстве, в будущем. Так или иначе, человек приобретет снова жизнь. Поэтому смерть перестает быть такой страшной. Поэтому смерть перестает быть предметом осуждения. Предметом осуждения Бога. Но мы друг на друга посягать не имеем права. Поэтому Ветхий Завет совершенно не жестокий, не страшный. Он показывает жестокость человека иногда. Он показывает нашу жестоковыйность. Он показывает реалии, которые происходили в Древнем мире. Он показывает, что в эти реалии входит Всеблагой и Любящий Бог и пытается что-то сделать с этим, хоть как-то улучшить это положение вещей, хоть как-то это изменить. И не всегда человеческое естество такое податливое, как хотелось бы. Поэтому из данного всего, что было сказано, выше необходимо, думаю, прийти к выводу о том, что Бог Ветхого Завета и Бог Нового Завета — это один и тот же Бог. Только вот если мы будем с вами честно в контексте историческом, культурном и богословском воспринимать текст Ветхого Завета, нас перестанут пугать описываемые события. Храни вас всех Господь. Милости вам Божьей. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok